С праздниками вас дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале Годно о технике. Меня зовут Саша и в этом видео, в самом начале года, я хотел бы вместе с вами порассуждать над тем, какие тренды в мобильных устройствах нас ожидают в 2021 году. Поэтому я сейчас расскажу то, что вижу я себе на этот год, а вы в комментариях делитесь своими мнениями и в конце года, возможно, мы подведем итоги, что срослось, а что как бы осталось просто желаниями и догадками. Тема нам гиком особо актуальна, потому что все мы пользуемся смартфонами и так как я делаю их обзоры, вынужден пользоваться только современными и новыми устройствами. И, конечно же, я завишу от того, что тот или иной производитель добавляет и считает важным добавить в свое новое устройство. На моей памяти было куча разных трендов в смартфонах, которые были и хорошими, а были и просто маркетинговым трэшем, такими как, к примеру, 3D-экраны, 3D-камеры, да даже экраны-водопады. Я думаю, что вы знаете, мне они особо никогда не нравились и я их считаю достаточно бестолковыми. Мы прошли тренд уменьшения смартфонов, потом увеличения. Мы прошли времена, когда смартфоны, да и телефоны становились все тоньше и тоньше, но при этом вообще не были автономными. Потом они вдруг начали становиться немного толще, но и батарейки начали появляться по 4, по 5 и даже по 6 тысяч миллиампер часов. В общем-то, что, как мне кажется, принесет нам 2021 год? Первый тренд довольно неочевидный, как мне кажется. Очень многие смартфоны будут поставляться не в том комплекте, как мы привыкли видеть. Я думаю, все вы в курсе, что в новых айфонах и даже старых, которые вы купите и сейчас, нет блока питания. И это значит, что вы должны использовать либо тот, который у вас уже есть, либо купить себе новый. Почему Apple так сделала, мы сейчас не будем рассуждать. Я про это уже неоднократно рассказывал. Но мне кажется, и уже даже есть некоторые предпосылки того, что некоторые другие производители также будут отказываться от стандартного комплекта. То есть, исчезнут и наушники, и блоки питания. Кстати, я хотел бы, чтобы на фоне того, как эти производители отказываются от комплектных блоков питания, они выпускали альтернативные аксессуары. Очень мощные блоки питания, вроде и компактные, но на несколько разъемов, чтобы можно было заряжать и смартфоны, и планшеты, и даже ноутбуки. Сегодня такие есть от сторонних производителей, но очень хотелось бы видеть такие фирменные. Купил один и забыл про этот вопрос вообще навсегда. Второй тренд интересен лично мне, и я практически уверен, что он будет набирать популярность. Это камеры, а точнее наличие перископов в разных смартфонах. Сегодня перископические камеры доступны уже даже в относительно недорогих смартфонах. Да, такие уже есть. И они позволяют делать приближение не 2х и не 3х, а 5 и даже 10х. И вот я ожидаю, что они будут становиться более массовыми и более качественными. Третий тренд, который мы скорее всего увидим, хоть и не поголовно, но очень много где, это фронтальную камеру под экраном. Первые ласточки уже есть на рынке, и я думаю, что в этом году мы увидим как раз-таки развитие этого тренда. Потому что и челки, и всякие вырезы, и дырочки уже порядком поднадоели. Пусть не мне, но многие про это пишут. А про выезжающие фронтальные камеры в 2020 году практически все производители как-то уже и позабыли. Следующий тренд это сгибающиеся смартфоны. Все мы понимаем, что они с нами уже надолго, они уже даже достаточно привычные и доступны многим пользователям. Я думаю, что в этом году они станут еще более доступны и появятся даже в относительно недорогом ценовом сегменте. Я лично понимаю, что это крутая и полезная вещь, а не просто маркетинг, который нас покинет года так через два. Нет, сгибающиеся смартфоны точно имеют будущее. Пятый тренд это больше герц за меньшее количество денег. Дело в том, что 60 герц сегодня встречаются все реже и реже, хотя в айфонах до сих пор установлены экраны на 60 герц. Но сегодня даже в некоторых бюджетных устройствах мы можем найти 90 и даже 120 герц. Это красиво, этим приятно пользоваться и после высокой частоты развертки возвращаться на привычные как бы ранее 60 герц уже совсем не хочется. Шестое, многие смартфоны останутся скучными. Да, я вроде бы только что перечислил многие технологии, которые будут развиваться. И сгибающиеся экраны, и перископы, и много герц за немного денег. Но тем не менее, все мы понимаем в какое время мы живем и вплоть до какого-то 2022-2023 годов нас точно ожидают проблемы с поставками. И если смартфон будет достаточно массовым, то велика вероятность того, что в нем будут установлены не какие-то сверхреволюционные или передовые технологии. Ставятся будут такие, спрос на которые можно будет покрыть 100%. Это на самом деле для экономики любой компании очень важно. Это вовсе не означает, что каких-то сверхтехнологичных устройств в этом году не будет. Но я думаю, что они будут исключительно в очень дорогом сегменте. То есть, если, к примеру, кто-то выпустит смартфон, который будет сгибаться в 3 раза, то он будет очень дорогим. И выпустить его в количестве нескольких тысяч штук для продажи будет относительно не тяжело. А вот запустить подобное на конверт для продажи в несколько миллионов штук практически невозможно, потому что ни одна фабрика в сегодняшних реалиях с этим не справится. И тут же стоит сказать, я не исключаю, что многие производители начнут делать акцент больше не на флагманские, а на среднебюджетные смартфоны с средними характеристиками. Потому что это банально экономически выгоднее и их легче произвести. Седьмой пункт касается цены. Я думаю, что средний ценник на смартфоны ниже точно не станет, потому что стоимость смартфонов уже несколько лет подряд растет. А учитывая предыдущий пункт, можно даже предположить, что некоторые среднебюджетные смартфоны у топовых A-брендов будут стоить как флагманские модели еще 2 года назад. Ведь в 2020 году мы такие уже видели. Восьмой пункт. Все больше устройств даже в бюджетном сегменте будут поддерживать 5G, что для нас, конечно же, очень важно. Девятое. Я думаю, мы увидим больше компактных флагманских смартфонов. За это спасибо iPhone 12 mini. Я думаю, что спрос на них есть, однако мы увидим отчет Apple по продажам этих телефонов и тогда будет понятно на 100%. Ну и в десятый пункт я объединил несколько моментов, которые можно считать за мелочи. К примеру, вырез в экране под фронтальную камеру, я думаю, что вообще исчезнет. Будут дырочки. И то в бюджетных устройствах. Как я сказал, в топовых, скорее всего, мы будем видеть уже камеру под дисплеем. Также, я думаю, в этом году окончательно нас покинет и 3,5-миллиметровый разъем. Да, он будет встречаться, но очень и очень редко. А также быстрые зарядки. Они станут еще доступнее, еще быстрее и будут появляться даже в недорогих смартфонах. Ну, естественно, в тех комплектах, где зарядные устройства вообще останутся. Вот таким я ожидаю 2021 год в мире смартфонов. Пишите свои комментарии, каким вы его видите. Также не забывайте прожимать пальцы вверх роликом, если они вам понравились. Подписывайтесь на наш канал, а также смотрите на нем. Видео про топ-7 телевизоров, которые нас удивили в 2020 году. И обзор беспроводных наушников. Опа!